Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сначала года по октябрь на территории Латвии пойман 561 нелегальный мигрант. Это несравнимо со статистикой прошлых лет, говорят пограничники. Мы планируем очень интенсивное выдворение. То есть, к примеру, можно сказать, что на этой неделе, например, планируем в среднем выдворить 31 нелегального мигранта. То есть, если посмотреть в истории, то в 2013 году за весь год было 33 человека только. То есть, конечно, пока что ситуация такова, что мы успеваем выдворить и, соответственно, освобождать место для следующих задержанных. Но это, конечно, не долгосрочное решение. Если вдруг завтра на границе задержат еще 20 человек, то руководству МВД придется крепко подумать, где найти место для нелегалов. Буквально пару дней назад на территорию Латвии проникла группа из 28 иракцев. Пять семей с детьми. После задержания они тут же попросили убежище. Согласно процедуре, их отправили в центр содержания Муциньеки. Там, к слову, также заканчивается место. В течение ближайших дней МВД подготовит правительству запрос о выделении средств на дополнительные помещения. Мы должны, я думаю, где-то искать решение где-то ближе к Рижскому региону. Также в связи с тем, что мы задерживаем не только на границе, как мы знаем, но также все-таки на дорогах уже шенгенской зоны. То есть это те, которые пытаются через Латву попасть дальше, скажем, в Скандинавию. Как пример может быть та же самая скрунда, где есть школа, которая, скажем, была изремонтирована за европейские деньги. Сейчас стоит пустая, то есть с этим не будет необходимости строить и вносить большие средства. И действительно, в этом году, 1 сентября, скрунская профессиональная школа так и не открылась. Учеников становилось все меньше и меньше. В итоге школу закрыли, а работу потеряли 70 ее сотрудников. Если на ее месте откроют центр содержания нелегалов, это, конечно, создаст и новые рабочие места. Однако еще острее станет вопрос о безопасности, говорят в скрунском самоуправлении. Как вам сказать, ну 50 на 50, я понимаю, что это ситуация во всем мире. Что мы тоже часть из Европы. Ну, сейчас-то на бывший Кулдыжский район, как эти полицейские округа делятся, у нас работают два полицейских. Это в государственном секторе. И я думаю, что это очень-очень мало. И хотя в МВД говорят, что у них на примете есть еще варианты, где размечать нарушителей границы, похоже, что переговоры со скрундой зашли дальше всего. Не исключено также, что в будущем здесь будут содержать и соискатели убежища. Сергей Герасимов, Денис Лацис, Айнис Куб, Члатвийская телевидение.